здравствуйте уважаемые охотники вот мы опять и встретились во вторник ну вот вы прислали очень много вопросов спасибо вам огромное прям так сидел бы отвечал и отвечал но время ограниченное поэтому я не знаю смогу ли ответить на все что вы прислали но постараюсь коротко и по существу и хочу сказать что был в прошедшие выходные на охоте в ярославской области огромное удовольствие добыли лисичку добыли зайца беляка видели штук шесть зайцев но такое мнение что они видят красные жилеты прямо бежит 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 люди не шевелятся тормозит смотрят и раз уходит в сторону вот это у меня сложилось может прав не прав но вот хотелось бы от вас услышать ваше мнение вопросы олег стажаров значит добрый день входит ли в рацион лося береза читал у глушкова и слышал мнение охотников да и сам наблюдал неоднократно что березу лоси не едят из-за наличия в коре дегтя так ли это значит олег ну конечно они не гладают саму древесину лоси вы понимаете в коре из коры делают деготь да но вот филонов говорит что едят глушков говорит что не едят значит как едят березу что вы подразумеваете подошел к стволу и начинает гладать как осину конечно такого нет но лоси поедают березу скусывают кончики побегов лоси поедает листья значит березы когда они зеленые молодые и прочее прочее береза это не основной рацион лосины они там много чего едят там а просто и хвощи и ива и осина и тополь и сосна и но много чего летом они одной едят лобазники едят там зимой другой едят если нету большого количества ива они переходят на ту же березу в большем количестве проведены различные исследования различных ученых но наука это наука один говорит другое другой говорит другой я лично видел как скусанные веточки березы молодые побеги лось ест на камчатке лось скусывает березу вот эту вот маленькую тундровую березу карликовую тоже ест вот я еще раз говорю все это относительно вы понимаете да когда я говорю что лоси сена не едят мне начинают доказывать что едят там вот у стога видел лоси подходят к стогам но из стогов бывает выбирают скошенную иву веточки хвощи скошены лобазник скошены когда разнотраве идет там трактор косит и все может туда попасть пытались в костроме лося кормить сеном были научные исследования и там лосенок яс там в течение года начинает есть по сто грамм сена вот что такое едят не едят я вам еще раз говорю подошли к стогу начинает выбирать то что им интересно и поедать а вот сена как корова лоси не едят так и с березой идет поедание листвы скусывание веточек и прочее 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 журнал охота здравствуйте скажите пожалуйста законно ли я получил отказ выдачи путевки на волка до 31 марта путевку брал на пушных производственный инспектор который выписывает путевку в закрепленных угодьях написал до 28 ссылаясь я не слышал про такие изменения кировской области но в правилах охота написано что можно брать путевку на разрешение на волка но срок охоты с первого августа по 31 марта значит егер не читает может он просто вам не захотел давать путевку вы понимаете да что вы в марте шарахались я не знаю всех тонкостей но я еще раз говорю я считаю что охот пользователи имеют право выдавать путевку на те сроки которые они захотят вы понимаете да чтобы не было беспокойство чтобы не было антропогенного такого сильного фактора люди разные может кто-то замешан на браконьерстве я не хочу никого обвинять ну вот и прочее прочее как мне а вот дай почему мне не дают разрешение с лайкой охотиться на перепелок ну ребята с лайкой охотиться на другие виды животных а на перепелок заведите легавую собаку и охотитесь понимаете вот все вот какие-то крайности такие но охота еще раз подчеркиваю на волка до 31 марта покажите правила охоты значит егерю но и поговорите с ним по-человечески обратитесь к вышестоящему руководству кому-то егер подчиняется вот объясните как вы будете охотиться на волков что вы там будете ставить капкан или петли или в засидке сидеть на приване у вас есть привада но поговорите с людьми вот вы петрович здравствуйте разваляев скажите пожалуйста как такое возможно мои товарищи из брянской области рассказали что ходили на охоту с гонщими собаками и двух собак порвали волки и товарищи обратились в охотхозяйство чтобы организовать охоту на волков ответ был таков что на волка надо выдавать отдельные лицензии на стрел да сейчас на все выдаются отдельное разрешение на зайца на волка на селезня на андатру вы понимаете прям такие лицензии на все выдаются уже много лет хотя глав охоты рсср организации в которой я работал давно в советские времена мы всегда боролись против выдачи конкретных разрешений на конкретные массовые виды все это выдавалось путевка вот которая давала право охотиться на те или иные виды там туда вписывался и волк и митовидная собака и прочее прочее никаких разрешений одна путевка а разрешение то бишь лицензии выдавались только на лицензионные виды но сейчас это есть всю жизнь на волка охота была круглогодичная да и в правилах 1988 года мы записали я лично это лоббировал что если вы находитесь в лесу на любой законной охоте выходит волк там другие виды хищников их стреляете вот показываете озвучиваете вас еще за это награждают сейчас этого делать нельзя если не записан волк ваше разрешение или нет у вас отдельного разрешения на волка что изменилось данный момент почему изменилась ну как бы структура управления охотно-хозяйственной отраслью изменилась страна был ссср сейчас россия вот была советская власть сейчас как бы то что есть ну вы поймите что все меняется вот я на ваш вопрос ответил николай беззубцев здравствуйте уважаемый валер петров спасибо за вашу полезную работу да николай стараясь никого не для секрет что никого не секрет что охот коллектив нашей стране стареет и вы об этом говорили да в обществах уже люди средний 50 60 молодежь слабо идет практически не идет даже не идут дети охотников в охоту вы понимаете да их интересует что-то другое вы знаете что телефоны и прочее прочее теперь оружие можно иметь 21 года да вопрос гражданин имеет право обладать охотбилетом с 18 лет пока имеет можно ли легально охотиться не имея грестрельного оружия какими способами расскажите пожалуйста капканами капканами разрешено вот петлевой лов там где он разрешен того же зайца можно ловить того же волка можно ловить в тех регионах где петли разрешены можно ставить петли на те или иные виды диких животных и капканы пожалуйста получаете разрешение получаете путевки платить и деньги вот и охотитесь капканами ловите пушнину ну то есть то что разрешено тема занимайтесь куницу ловите бобра ловите это тоже охота до 21 года алексей алекс вай петрой спасибо за выпуск заинтересовал ваш ответ на вопрос о двенадцатом и шестнадцатом калибре все с этим вопрос чем по вашему вообще мог быть смысл изготовления ружей в этих калибрах не если различие в них не так уж и значительно неужели только из-за облегчения веса ружья вы знаете алексей не знаю это такие традиционные вещи 16 калибр традиционно был были ружья 4 калибра я видел исторический там музей в неоза до ружья двадцать восьмого тридцать второго калибра создавались для промысловиков чтобы извиняюсь чтобы меньше использовать пороха дроби вот белочку стрелять рябчика стрелять это вот только для этого чтобы беречь запасы потому что люди работают деньги зарабатывают на этом но это какие-то исторические моменты может есть такие ружейники историки кто нас слушает видит и объяснят это лучше чем я зэ тролл зорн какой-то ну за что купил зато покупаю здрасте вае петрович а вот меня зовут сергей охочусь и живу на юге калужской области у нас сильные оттепели снег растаял ходить легко но толку мало все равно езжу чтобы дома не сидеть и чтобы собака не теряла форму охочусь со спаниелем русским которую неделю езжу безуспешно за эти тетеревами птицу вижу но подойти не получается на лунках охоты нет снега нет прошло выходной услышал такущих тетеревов вопрос такой что заявление вроде бы рано но птицу уже такует это связано с нехарактерной для января погодой или что-то вроде предвестных пробах такого спасибо за цвет ну конечно погодные условия и тетерева такует всю зиму прям сидит на березе и бормочет и просто вот так он развлекается хорошая погода солнце светит и просто вот это это есть постоянно потом пойдут значит уже подготовки к тем к такам тетерева начнут слетаться на те места где у них таковище будет вот прям на снегу такуют это может в марте уже будут таковать как и глухари уже начинают чертить тетерева начинают чертить потом когда первые проталины появятся тетерева начнут на этих проталинах таковать это так придумала природа это происходит постоянно игорь добрый день подскажите если у знакомого если есть лицензия игорь добрый день петрович подскажите если у знакомого есть лицензия на регулирование чистости волка можно ли брать с собой других охотников можно если у них будут разрешения на регулирование волка никаких других вариантов быть не может а ю валерий юхлов Валерий Петрович, доброго времени суток. Вопрос. Челябинская область. Рядом Башкортостан. На руках три билета охотничьих обществ. О, молодец. Общероссийский, Башкирии, Челябинской области. Соответственно, покупая разрешение на охоту, заяц, перо, кроме лицензионных, в Башкортостане есть вездеходы. То есть, охота разрешена практически во всех районах, кроме частных. Соответственно, цена незначительно дороже, чем определенный район. А в Челябинской в каждый район покупаешь отдельно. Для пенсионера это дороговато. Хоть со скидкой. А как в других районах? Я так понимаю, это... Нельзя ли перенять опыт? Это УДУ, общедоступный угодие. Я еще раз говорю, везде по-разному нету единых правил. Где-то продают в один район, где-то продают отдельно. Есть правило, что надо купить отдельное разрешение на лицензионные виды. Отдельное разрешение надо купить на пушнину. Отдельное разрешение надо купить на птицу. Потому что вот эти 650 рублей – это налоговый сбор за выдачу разрешения. А дальше кто во что гораст. Кто-то выдает. Я, как говорил, во Владимире было на два сезона. На птицу выдавали осенние и весенние. Сейчас вроде как написали, мне отменили на один сезон. Ярославль выдавал всегда на один сезон. Челябинск выдает в каждый район. Башкирия. В общем, как есть, так есть. А опыт, чтобы перенять, это надо обращаться не ко мне, а в Федеральный департамент охотничьего хозяйства. Пусть делают единую систему и рассылают. Колямба. Колям. Валерий Петрович, добрый вечер. Интересно ваше мнение. Как вы отнесетесь к тепловизорам? Уточняю. Тепловизор для определенного вида охот, насколько я понимаю. Но его используют по всем животным. И в любое время суток. А некоторые индивиды и в любое время года. Ребят, я всегда говорю, стреляет не ружье, а стреляет человек. Вопрос, ни с чем мы охотимся, а как мы охотимся. Я начинал охотиться с обыкновенной гладкостволкой на все. Иш-58. Ничего не было. Потом мы приобретали фару кабан такую. Она была большая, крепилась на ружье. Сбоку коробка такая висела с батарейками. И потом все стало появляться, появляться, появляться. Тепловизоры. Это страшное браконьерство. Это выбивают огромное количество диких копытных животных. Это выбивают все подряд. Но это не охота. Это браконьерство. Понимаете? Да? Этих людей надо ловить, конфисковывать тепловизоры, уголовные дела. Возбуждать. Вплоть до того, чтобы они сидели в тюрьме. Но если человек пришел на вышку, сел, вышел медведь. Он включил тепловизор, добыл медведя, закрыл лицензию. Причем или кабана. Причем выбрал того зверя, которого он считает нужным. Там поросеночка или там сикачика. А закрыл лицензию. Что он плохого сделал? Я еще раз говорю. Я ко всему отношусь положительно. Должно быть все. И капканная охота, и луки, и арбалеты, и тепловизоры, и прочее. Но у нас в стране, к сожалению, то происходит, что происходит. Владимир Иванов. Здравствуй, Петрович. Постоянно смотрю ваши видео. И мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу экспресс-теста на трихинеллез. Пользовались ли вы этим? Заранее благодарен. Никогда не пользовался. У меня всегда есть ветеринары. Там, где я охочусь. Мы отвозим ветеринарам обязательно медвежатину. Обязательно отвозим кабанятину. Проверяют. Лоси иногда отвозим на фенос. Я могу так сказать. Кабана проверили, можно готовить. А медведя проверили, если он не трихинеллезный. Все равно надо варить долго и усиленно. Потому что это зверь своеобразный. Поэтому никогда всегда пользуюсь услугами профессионалов. Услугами ветеринаров профессиональных. Но разговаривая со штатными охотниками на Камчатке. Многие имели этот прибор. И они проверяли. Там надо делать 28 проб различных. Ножки диафрагмы. Корень языка. Щеки. И прочее, прочее. 28 проб. И проверять. Если хоть в одном заметили трихинеллу. То, конечно, мясо уже надо долго варить. Более 4 часов. Или на приваду оно идет. Я не пользовался. Только эти самые. Только ветеринары. Значит. Илья Говоров. Здравствуй, Петрович. В ходе некоторых событий. Оружие от именитых европейских оружейных брендов стало космических и нецензурных денег стоить. В магазинах наиболее доступно по цене и качеству стало турецкое оружие. Сам владею турецким полуавтоматом. И турецким карабином. И я им доволен. Красивые, безотказные. Считаю, что турки молодцы. То есть, беру за основу какой-нибудь итальянца. С небольшими изменениями выпускает. Серийное производство. Как вы считаете? Вытеснит турецкое оружие европейское. Ну, то, что происходит, может и вытеснит. Но я могу так сказать. Я когда-то сыну на 18 лет давно подарил турецкую пятизарядку. Алтай-Акар. На базе Беретты. Она сделана в пластике. Такой черный пластик. Прекрасный ствол. Единственное, что нету. Нету отсекателя. То есть, если вы выходите, надо дергать, чтобы все патроны из магазина улетели. И тогда уже зачехлятся. Садится в машину. Прекрасное оружие. Сыну очень доволен. Бой исключительный. Прямо на базе Беретты. Они взяли Беретту и сделали в Турксе это оружие. Запросто вытеснит то, что происходит. Что людям нашим надо? Нашим людям надо цена. Чтобы была цена и качество. И, конечно, охота, на которую мы должны ходить. Не будет охоты. Ничего, никого, ничто, как вы понимаете, не вытеснит. Вот в этом плане. Значит. Ой, сколько же вопросов. Огромное количество. Ничего не успею. Потому что время подходит к концу. Здравствуй, Петрович. А можно ли вашу книгу читать в электронном варианте? Нет. Я не знаю. Ее нет. Георгий. Здравствуй, Петрович. Привет вам из Грузии. Вопрос такой, что вы скажете про турецкие ружья. Но каких брендов и в которых влюбились охотники? Это Атенео 12, Стоиджер и так далее. Я вам сказал про турецкие ружья. У сына Алтая Кар. Купленный 12-го калибра. Прекрасное ружье. Он доволен и прочее. Дмитрий Царьков. Вай Петрович. Добрый день. Спасибо за труд. Он очень нужен и полезен. Имею такой вопрос. Каковы мои действия, если я нахожусь в охоте годик без какого-либо оружия? Загребай не пошел. Обнаружил раненого зверя. Куда в этом случае я должен обратиться? С уважением. Царьков Дмитрий. Дим. В администрацию охотхозяйства вы обращаетесь? Или в органы государственного охотничьего надзора? Обращаетесь. Они дальше уже примут решение, что делать и как делать в этом плане. И вопрос. За этот вопрос человек получит. Журнал Денис Дремезов. Вопрос мне понравился, потому что человек переживает за страну, за общественное движение. Здравствуйте. Как вы считаете, жили ли себя областные общества охотников и рыболов? Работа с охотниками не ведется вообще. Охотники уходят из общества. Путевки на Копытных должны в первую очередь радоваться, раздаваться путем лотереи. Они продаются избранным и так называемым блатным. Вам не кажется, что проще сделать всеобщедоступные и платить взносы в государственную казну? Значит, дорогой Денис, хороший вопрос, правильно. Я всегда был против общедоступных угодий. Не скрываю, сейчас опять крик начнется. Все угодия должны иметь хозяина. В угодиях надо работать. Вы понимаете, если мы в охоту в угодиях ничего не делаем, то мы не имеем права там охотиться. Это закон охотоведения. Значит, в государстве на сегодня нет сил, чтобы содержать государственные охотничьи угодия. Я не против госугодий, если там будут егеря, будут охотоведы, будут работа, будут биотехнические мероприятия, будут коллективы. И пусть это все будет государственно. Но у государства нет сил последних егерей, в общедоступных сократила Ярославская область. Я всегда это подчеркиваю, да? Что вы спрашиваете по поводу обществ? Да, мое мнение, они сжили себя. Потому что так, как себя ведут сегодня общественные организации, ну так не должно быть. Это правильная задумка государства. Они были придуманы прекрасно. Военно-охотничьи общества в 1921 году. Росохот Рыболов Союз в 1958 году. Вот. Тогда работали, другая была система. Сейчас, чтобы обществам выжить, надо заработать денег. А с чего их заработать? Вот центральные регионы возьмем. Взносы. По 2000 никто платить не хочет. 2000 рублей в год, друзья. В год. Вы посчитайте, сколько вы тебе платите там, ну я не знаю, за телефон, за бензин и прочее. В год. И все хотят за эти деньги лосей стрелять. Это первое. Второе. На чем заработать? А хозяйство работает круглый год. Зарплата платится круглый год егерскому составу. Охранные мероприятия. Бензин. Уазик купить сейчас не на что. Все уазики сгнили. 66-е сгнили. Снегоходы старые. На что их купить? Все торгуют лосями. Потому что лось стоит 100 тысяч. Его проще отстрелять. Сколько надо на рябчика принять людей, чтобы заработать 100 тысяч? Вот сейчас лоси закончатся. А я всем говорю, они закончатся. Вопрос времени. И общества разорятся. Общества уже погибают. Нет Мурманского общества охотников. Нет Сахалинского общества охотников. Системы Росохот Роболов Союза. А этого самого, извините. Архангельского нет. Там два района осталось. Тувы нет общества охотников. Они прекратили свое существование. Это от вас зависит. Люди от вас. Если вы покидаете общество. Все хотят с общества что-то поиметь. Понимаете? А что ты поимеешь с этого? Если надо туда вкладывать. Неправильно ведут себя председатели. Но вы же их избираете. А мы не избираем. Их нам кто-то там чего-то дает. Да? Ну, ребята, вы решайте свои вопросы. Что такое общество? Вы и я. Мы сложились и создали общество. Закрепили угодья. Вот. Государственные. Все мы хотим. Мы хотим ходить. Стрелять. Я еще раз вам говорю. В охоту угодьях надо работать. Я как-то сказал, что все угодья должны иметь хозяина. Если из деревни уходят все люди. Деревня погибает. Столько шума было. Ребят, есть завод. Правильно. Завод. У него есть сотрудники. Работники. Есть охотники. Взяли, закрепили за этим заводом охотхозяйство. Почему нет? Есть государственная корпорация. Пусть закрепит за собой охотхозяйство. И люди, работающие в этой корпорации, будут ходить туда на охоту. Это государственные охотпользователи. Есть глухи, госохотхозяйство, которые под Минприродой. Там когда-то должны были издаваться научные всякие вещи. Это тоже государственные структуры. Есть общественные структуры. Я абсолютно не против общественных структур. Собирайтесь. Вот вы там житель охотника какого-нибудь района Костромской области. Да, у вас УДУ. Но закрепите за собой угодья. Сложитесь. И начинайте в них работать. Это будут ваши угодья. Вы будете хозяевами в этих угодьях. Выберите председателя. Сейчас начнется. Денег нет. Работы нет. Как мне один прислал. Сам сидит. Фотографии показывает. У него Тойота этот самый Л-200. У него, значит, скидушка-снегоход. Понимаете, да? Пять карабинов. Два карабина. Два гладких. Камуфлированные. Я простой работяга. У меня как бы денег нет. Понимаете, да? Вот. Ребята, вам решать. Один. Вот у нас там путевки дорогие. Да, дорогие. Но никто не приедет и не выдаст вам дешевых путевок. Вы понимаете? Я еще раз говорю. Областные общества, они должны быть охотников. Они должны существовать. Но это зависит от тех охотников, которые состоят в этом обществе. Вот. Вот государственные угодья, а просто бросовые. Такие, знаете, ходите все и стреляйте, кто хочет и во что хочет. Без охраны, без всего мы не можем там проводить охоту. Не можем. Мы должны зверей охранять, кормить, поить, извините меня, да? Выбирать хищников и прочее, прочее. Тогда мы можем добывать какое-то количество животных. А у нас на сегодня полстраны ни за кем не закреплено. Да, центральные регионы поделены. А Кострома 40% ни за кем не закреплено. Все это аду. И все там охотятся. Как-то что-то делят. Как-то выживают. Вот. Я считаю, что общества, так как они себя ведут. И так как сложно им сегодня выживать и работать. Вот. Они долго не просуществуют. Тем более, это не надо простым охотникам. Все просчитывается. Просчитывается. Финансово все просчитывается. Сколько стоит зарплата. Сколько стоит бензин. Сколько стоит охрана. Сколько стоит. И откуда взять деньги. Понятно. Это взнос или охотно-хозяйственная работа. Садятся, просчитываются. Уходи закрепляются. Не хотите? Не закрепляйте. Пусть все будет аду. И будем ходить и охотиться на все. У нас кабана уже нет. В ряде регионов уже забыли. Вот. Сейчас вот проблема будет лосем. Косули на подъеме. Но косули такой вид, что может получиться так. Зима сложный. Косули не будет. Олени у нас нет благородного. В том количестве, в котором надо его иметь. Вот мое мнение. И на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш разговор. Вопросов осталось огромное количество. Я просто физически не успею на них ответить. В следующий раз. До следующего вторника. Спасибо. Спасибо.